Девушки отдыхают Российский нападающий Сент-Луиса Владимир Тарасенко не смог отличиться результативными действиями, проведя на площадке 20 минут 59 секунд. В его активе 4 броска и 1 силовой прием. Нэшвилл удвоил преимущество в серии 3-1. Анахайм одержал гостевую победу над Эдмонтоном в овертайме со счетом 4-3. Российский форвард Эдмонтона Антон Слепышев провел на площадке 11 минут и 43 секунды. Отметился 3 бросками и 3 силовыми приемами. Анахайм сравнял еще в серии до 4 побед 2-2. В ночь на четверг Вашингтон уступил Питтсбургу со счетом 2-3 в четвертом матче серии раунда плей-офф. Капитан Вашингтона Александр Овечкин не смог тоже отличиться результативными действиями за 18 минут 54 секунды, которые он провел на льду. Он также заработал 4 штрафные минуты. Российский форвард Вашингтона Евгений Кузнецов отметился заброшенной шайбой. Счет серии до 4 побед стал угрожающим. 3-1 в пользу Питтсбурга. Пятый матч между командами состоится в Вашингтоне в ночь на воскресенье 6 мая. Днем ранее свой матч проведут Сент-Луис и Нэшвилл. В этот же день пятая игра между Анахаймом и Эдмонтоном. И четвертая игра серии между командами Оттава и Рейнджер состоится в Нью-Йорке 4 мая в ночь на пятницу. На нашем канале новости спорта появился пару часов назад ролик, посвященный сборной России по хоккею и предстоящему чемпионату мира, из которого вы узнаете расписание, кто сыграет в группе с россиянами, а также состав сборной России. Просто кликните. Если этот ролик Вам понравился, был полезен и интересен, Вы можете перевести любую сумму на поддержание этого проекта. Ссылки будут в описании под этим видео. Также не забывайте ставить класс, комментировать, делиться в социальных сетях и подписываться. Это абсолютно бесплатно. Спасибо.